МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вашему вниманию программа Кабинеты. Меня зовут Тимур Бухамадеев. Сегодня продолжение разговора с руководителем оперативно-криминалистического департамента МВД Республики Каратом Маманкуловым. Собственно, предыдущий выпуск получился больше не разговорным, а экскурсионным. Главный криминалист страны решил выйти за кабинетные рамки и показать, как, чем и какими методами сегодня оперирует криминалистическая служба. Сегодня продолжение экскурсии. Уникальный лабораторный комплекс, способный проводить все возможные анализы, вплоть до определения ДНК человека. А также база ДНК лиц, состоящих на учете. Ноу-хау службы. Только в этом году мы поставили полтора тысячи человек на учет ДНК. Это только начало получается? Начало, да. Полтора тысячи в прошлом году мы отработали. А вообще в планах есть... Все ранее судимые и лица, находящие место лишения свободы, всех поставить на учет ДНК. А вот все, что касается законодательной части, вы говорите, что есть... Ну, вот сейчас мы разрабатываем закон органов внутренних дел. Имеется статья, где мы можем ставить на учет ДНК и брать образцы, то есть биологические образцы, не запрещены в уголовном процессуальном кодексе. Можем брать подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Ну, имеем в виду, брать образцы биологических слюня. То есть это не безбелезно, какое-либо занести заболевание сложно. Никаких здесь вопросов нет. Все, что касается добровольно-обязательной части... А вот есть закон... Сейчас мы разрабатываем законопроект о дактилоскопе геномной регистрации добровольной и обязательной. Добровольная – это кто желает, а обязательно – это труд, связанный с деятельностью его работы, связан с опасностью его здоровья и жизни. Это, в первую очередь, правоохранительные органы, потом, будем говорить, летчики, будем говорить, водные, воздушные... Силовые органы и все... Да, все силовые органы будут ставиться на учет, вот, коктилоскопические. А осужденные надо геномные учеты, то есть биологические геномные учеты. Насколько это упрощает уже в практике современной? Вы знаете, это, будем говорить, упрощает. Некоторые уже спорят, что говорят, что 98% совпадений ДНК, не 100%, некоторые ученые оспаривают, но это, опять же, сужает круг лиц. Ну, извините, если 98,9% совпадает на вашу ДНК... Ни один другой вид экспертизы таких, наверное, не дает. Ну, дактилоскопия дает. Дактилоскопия, да, дает. 90, говорится, 100%, будем говорить так. И то там тоже возможно быть, если ошибочные какие-то могут информации. Есть сложности, вызывают определенные тоже. Не весь недостаточное количество признаков могут оставаться на месте происшествия. Конечно, если недостаточное количество при задержании того или иного преступника, мы идентифицируем, конечно, тоже появляются споры в этой части, тоже доказывания. И в целом, получается, сейчас, если посмотреть на работу, которая касается сбора данных, информации, банков данных, по скольки видов в целом вы сейчас собираете? 12 видов мы собираем сейчас. Это вот я перечисляю. Вы же посмотрели, почти все. В одном направлении, будем говорить, или дактилоскопическая, или тросология, ДНК, есть разветвление. Мы ее делим на три вида базы. Например, тросология на три вида базы делаем, баллистика на два вида, имеется в виду базы. Поли, гильзы разделяем. Остатки взрывчатых веществ разделяем. Вот 12 баз на сегодняшний день. Самая хорошая база в СНГ – это в Беларуси база. Это ДНК база. Криминалистическая база. Да, криминалистическая. ДНК база. В тем мире я могу сказать, что одна из сильнейших баз, то есть такая объемная база. Подробная. Подробная база. Это вот Беларусь. Это в первую очередь дактилоскопическая, вторая – патректная фотография, третья – ДНК. И четвертая – они занимаются база данных голосов, аудиозаписи. У нас все эти четыре есть. Дополнительно тросологию добавили и баллистику добавили. То есть у нас сейчас, если мы все полностью запустим, как мы будем говорить, мечтаем, но не мечтаем, а уже на практике осуществляется, то наша база данных больше будет. Пойдемте, начали. Ну, вы видите, еще недостаточно мебели. Нам громоздко не нужно. Мы это исследование, изъяты вещественные доказательства с места происшествия. Мы отдаем Минюсту, Минздраву. Вот. Это вот вся биологический объект, все-таки это с доказательствами связано. Большое, то есть, чтобы не было споров, что мы изымаем биологические объекты, передаем Минюсту, Минздраву назначают, следственные органы, следственные службы назначают туда. Полученные результаты, мы только будем, оцифрованные результаты получены, мы используем у себя. Мы только ставим, ведем, будем в нашей задачи, основная постановка на учет, ДНК-учет. Вот этот прибор, который биоробот по выделению ДНК, биологических объектов работает, 13 одновременно объектов можно исследовать. Вот объекты, поступившие, нам поступают, вот забор делается на таком, ДНК, человек просто безопасно, берет сюню, соскоб делает, вот так, полностью рта, потом она упаковывается вот такую, конверт специально закрывается, вот упаковывается, клеится, ложится сюда, здесь отпечатки пальца берутся, оставляется два отпечатка пальца, вот он, клеит баркод, вот, когда скрывает конверт, баркод берет, клеится баркод, вот сюда, вот, объект, можно заклеить сюда, можно, разницы нет, сюда заклеит баркод, потом приходит сюда, ребята вскрывают, и это называется панчер прибор, вот, снимает баркод, компьютер заносится, скрывает конверт, потом, здесь начинается панчер, как будто игла, как это, швейная машина, вставляется, он прокалывается, и раскладывает 90 объектов в этой ячейке, 90 человек одновременно, то есть сунор 90 человек, потом она передается, ячейка, передается, Хамильтон, этот робот, она ровно разливается, распределяется полно, ровно, передается туда амплификатор, выделение ДНК, все дальнейшем, передается сюда это, передается амплификатор, с амплификатором передается в анализатор, анализатор уже вывывает ДНК человека, код ДНК человека, вот, вот такой мы вышли, выходит ДНК человека, вот наш сотрудник, выделен ДНК, вот такой уже код ДНК, выходит с места происшествия, Минюс, Минздрав будет передавать нам такую информацию, мы будем выводить компьютер, просто идентифицировать его и все, база данных, вот это будет входить база данных, оцифрованная ДНК, конкретного лица человека, в последующем она сравнивается с места происшествий, сколько получается процедура занимает весь круг? Вот рабочее время 8-часовое, мы можем 200 человек поставить, но здесь основное, это стационарное, то есть лабораторное условие, все-таки вся мобильная система, не дадут столько точной анализы, чем будем говорить лабораторных следов. Все, наверное, думают, а почему показывать криминалисты свои секреты? Это не секретное. Я считаю, что не секрет, потому что в любом интернете, о любой технике, технологии, программе, даже фирмы, которые производят эти программные продукты и оборудование, сами рекланируют диапазон действий этих программ, диапазон действий этих оборудований. Не секрет, если любой специалист обратится, химик, физик или баллист, или тросолог, токтилоскопист, он может свободно определить, что за техника. Суть не в этом. Суть самая главная, это профессионализм криминалиста. Я еще раз хочу вас поблагодарить за рассказ, за показ и за ваши ответы. Спасибо. Я хочу сказать тому вопросу, что здесь не секрет. Люди не летают, люди соприкасаются, оставляют следы. И оставляют следы. Да, всегда. Редактор субтитров А.Семкин